Особенности работы в период кризиса, перспективы реализации городских проектов. Эти и другие вопросы были подняты на встречу главы города Сергея Носова с жителями Дзержинского района. Областной министр культуры Павел Креков посетил Нижний Тагил в программе «Визитам», драматический театр и центральная библиотека, где обсуждали проведение в городе фестиваля конкурса имени Булата Акуджавы. Цветочная поляна появилась в Музее истории подносного промысла. Так называется выставка работ Татьяны Гуляевой. Она открылась сегодня и посвящена юбилею мастера лаковой росписи. Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ, итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о событиях четверга. Особенности работы в период кризиса, проблемы наполнения местного бюджета, перспективы реализации городских проектов. Эти и другие вопросы были подняты на встречу главы города Сергея Носова с жителями Дзержинского района. Ответы смогли получить несколько сот человек. Все подробности у Алексея Алексеева. Практика приема граждан чиновниками перед встречей жителей районов с главой города была введена именно на вагонке в конце прошлого года. Свою эффективность она показала. А вот сам Сергей Носов тогда приехать не смог. Вопросы накопились. Хотелось бы узнать, что по тем же вопросам цены поднимаются, а я пенсионер. Соответственно, это прямое меня касается. Потому что, как правило, пенсии не хватает. Интересно тем, что узнать вообще, чем занимается у нас правительство. То есть депутаты, мэр. Вообще, в общем, что происходит в городе. В своем выступлении Сергей Носов отметил. Резкое ухудшение экономической ситуации отразилось на всех россиянах. Пути выхода из кризиса могут быть найдены совместными усилиями власти, бизнеса и общества. Что касается Нижнего Тагила, реализация городских проектов осложняется еще и изменившимися условиями их софинансирования из областного бюджета. Если раньше регион выделял 95% средств, в этом году только половину. От объема отчислений во всем уровне бюджета, который делают наши предприятия, нам возвращается в город меньше 20%. Это хватает только на то, чтобы заплатить зарплату, заплатить за энергоресурсы, а все остальное на развитие 50-50 мы должны найти еще где-то. Ремонт драматического театра и городской набережной, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и трех детских садов. Начало реализации программы «Светлый город» как раз с Дзержинского района. Это далеко не полный перечень планов на 2015 год. Не снимается с повестки дня даже такой проект, как мост через Тагильский пруд. Так или иначе, мы в этом году планируем закончить все объекты, которые были начаны. Я это говорю как человек, прошедший кризис и конца 90-х, и 2008-го. Как руководитель я проходил этот кризис, решая вопросы, главное, чтобы выжить. Один из вопросов, заданных из зала, касался слухов о том, что глава города собирается поменять место работы и перебраться в Магнитогорск. Сергей Носов призвал не верить им. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Егор Егошин, Новости Тагил-ТВ. Обсудили на встрече с главой города и непростую ситуацию на УВЗ. Работники нескольких цехов вагоносборочного и металлургического производства отправлены на две недели в вынужденные отпуска. Эта мера связана с непростой ситуацией на российском рынке вагоностроения и со снижением спроса на подвижной состав. Понимая ответственность перед каждым работником предприятия и учитывая высокую заинтересованность в каждом специалисте, администрации завода обозначен небольшой срок данной меры – две недели и гарантировано две трети средней заработной платы. На Уралвагонзаводе надеются, что это позволит сохранить трудовой коллектив подразделений. Глава города также выразил уверенность, что руководство УВЗ не допустит увольнения работников и найдет эффективный способ решения задачи. Итоги социально-экономического развития горнозаводского округа в прошлом году подвел его управляющий Михаил Иршов на встрече с журналистами. Как было отмечено, в каждом из 12 муниципальных образований были свои достижения. Разные по масштабу, но одинаковые по значению для жителей. По большинству показателей в различных секторах экономики у нас сохраняется достаточно стабильная ситуация. Заработная плата бюджетников, социальная сфера, указы президента, все 12 территорий выполняют указы президента во всех отраслях правоохранения, образования, культуры. Ввод в строй госпиталя инновационных технологий и спортивно-оздоровительного комплекса на Гальянке среди знаковых событий прошлого года в горнозаводском округе. К таким же Михаил Иршов отнес постановку на боевое дежурство новых ракетных комплексов «Ярс» в поселке Свободное, реконструкцию Верхней Тагильской гидроэлектростанции, пуск после 10-летнего простоя бассейна в Кировграде. Основным мероприятием года нынешнего управляющий округом считает празднование 70-летия Победы, подготовка к которому активно ведется. Обновленный драматический театр должен принять зрителей в сентябре. График реконструкции и ремонта выдерживается. Контроль осуществляют администрация города, правительство области, представитель президента России. Сегодня на объекте побывал областной министр культуры Павел Креков. Подробности в сюжете. Кровля и чердак драматического театра. Готовность 100%. Механика сцены, вентиляция и кондиционирование, отопление. Готовность 90%. Докладывают министру культуры Свердловской области Павлу Крекову. В завершающей стадии работы по электрической части, подготовка к установке светового и звукового оборудования. Думаю, что в марте месяце основные работы по коммуникациям будут закончены и в полном объеме выступаем производство делочных работ, которые уже сейчас ведутся там, где проложены коммуникации. Подтверждение федерального финансирования правительством области получено, сообщает министр. В региональные и муниципальные бюджеты включены соответствующие суммы софинансирования. Проблема, которую остается решить, выделение дополнительных средств в связи с удорожанием работ. Рост цен происходит по объективным причинам. Ее решением активно занимаются. Мы недавно совсем в Москве были на специальном совещании, мы же его инициировали, я имею в виду правительство, в Министерстве культуры Российской Федерации. На этом совещании, в общем-то, понимание мы получили от руководства Министерства культуры. Я думаю, что если мы сможем представить обоснованные цифры, мы их сможем представить, связанные с удорожанием, работа не будет принята и помощь нам будет оказана. Также Павел Креков встретился с членами общественного совета литературно-музейного центра «Дом Акуджавы». Здание по Карла Маркса 20А освобождает Центр здоровья Демидовской больницы. Уже на следующей неделе начнет решаться вопрос о размещении в доме, где жила семья поэта, центра. Кроме того, обсуждалась организация второго фестиваля конкурса, посвященного творчеству Булата Акуджавы, который пройдет в нашем городе в мае. Алексей Алексеев, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Спектакль драматического театра «Квартира Коломбины» будет претендовать на главную театральную премию области. Он включен в афишу фестиваля «Браво». Это стало известно накануне. «Это форма фестиваля, фестиваля конкурса. Все отобранные работы просматриваются. Уже приглашается специальная комиссия критиков, которые отсматривают и уже идут номинации. Лучший спектакль, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая режиссерская работа. И уже по этим номинациям выбирается лучший из лучших. Ну, надеемся, что улыбнется нам удача». «Квартира Коломбины» – три трагифарсовые истории Людмилы Петрушевской в постановке Татьяны Захаровой. Спектакль сложный, острый, резкий, держит зрителя в напряжении. Таковы мнения критиков. Они высоко оценили работу актрисы Анны Каратаевой и Марии Харламовой, а также сценографию спектакля и режиссерское решение. До вердикта фестивального жюри еще несколько месяцев. Но само включение спектакля в афишу «Браво» – это уже успех, считают в драматическом театре. Итоговый выпуск новостей в эфире ТАГИЛ-ТВ. К другим темам. В огне погиб мужчина, житель поселка Весимауткинск. Пожар случился накануне в его доме на улице Рабоче-Крестьянская. Пламя удалось локализовать быстро, но хозяина дома спасти не смогли. Горел дом на общей площади 50 квадратных метров. В ходе тушения внутри дома был обнаружен погибший мужчина 61-го года рождения. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. Мужчина, по словам дознавателей, нигде не работал, часто злоупотреблял спиртным. С начала года на территории города произошло 29 пожаров. Это на 4 больше, чем в прошлом году. Трое человек в огне погибли. Две аварии с участием пешеходов произошли накануне. В одной из них человек погиб под колесами КАМАЗа. ТТП случилось на территории коксохимического производства НТМК. Водитель со стажем 25 лет допустил наезд на пешехода. Работник предприятия получил смертельную травму. Почувствовал, как КАМАЗ, ну как бы небольшой удар сбоку. И КАМАЗ подскочил. Я ездил на ТТП, вышел, оказал первую помощь. Еще одно ДТП произошло на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля Део Матис сбила 16-летнюю девушку. У нее травма лучезапястного сустава. Водитель предложил отвезти пострадавшую в травмпункт, но там отказалась. И женщина уехала с места ДТП. За это ей грозит штраф. А сегодня рано утром сотрудники ГАИ дежурили у школ и детских садов города. Проверяли, соблюдают ли водители родители правила перевозки детей. В прошлом году произошло три ДТП, в которых дети травмировались, потому что не были пристегнуты должным образом. Инспекторы напомнили, дети до 12 лет должны перевозиться с использованием удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. До этого же возраста запрещается перевозить детей на заднем сидении мотоцикла. Как показал рейд, к сожалению, не все водители у нас соблюдают правила перевозки детей. Было выявлено 14 нарушений. Хотелось бы порекомендовать родителям, родителям, водителям, в первую очередь, конечно, позаботиться о сохранении жизни и здоровья собственных детей, приобрести соответствующие детские удерживающие устройства и переводить детей только согласно правилам дорожного движения. За отсутствие специального удерживающего устройства штраф немало – 3000 рублей. Добавлю, система безопасности автомобиля рассчитана на пассажиров ростом от 150 сантиметров и не подходит для эффективной защиты детей в случае аварии. Если рост ребенка меньше, то ремень давит на горло, что даже в случае небольшого ДТП может нанести серьезные увечья. Мы продолжаем отсчет дней до победы. 93 дня осталось до 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Завтра в итоговой программе «Неделя в Тагиле» смотрите следующий репортаж из серии «Тагилфронту». С июля 41-го на территории нашего города было развернуто несколько эвакуационных госпиталей. Медикам Тагила удалось пролечить около 75 тысяч раненых, из которых 70% были возвращены в строй. Титанический труд скрывается за этими цифрами. Подробнее об этой странице истории расскажем завтра. Цветочная поляна появилась в музее истории подносного промысла. Так называется выставка работ Татьяны Гуляевой. Она открылась сегодня и посвящена юбилею мастера лаковой росписи. Подробности далее. Вот этому проекту мастера лаковой росписи Тагила почти 10 лет. И на протяжении вот этих 10 лет мы сделали массу выставок и в этих залах, и в выставочных залах. То есть мы стараемся максимально представить каждому из вас слово. А поводом служит чаще всего юбилей. Это, пожалуй, самый ценный и самый дорогой подарок к юбилею – персональная выставка. Она у Татьяны Гуляевой первая. Всё как-то не получалось, отделится художник. Хотя занимается она лаковой росписью по металлу уже более 30 лет. Начинала работать на заводе «Мальпосуда». Обучалась у старейшей мастерицы Агриппины Афанасьевой. И в 80-х Татьяна Гуляева стала ведущим художником цеха росписи подносов. Она также замечательно чувствует цвет, чувствует розу. У неё очень тёплые, такие плавные переходы. Это такой мастер очень аккуратный. Её работа просто светится изнутри, и не хочется глаза от них отрывать. Член Союза художников России, участник выставок разного уровня, в том числе и международных. Подносы Татьяны Гуляевой приобретены разными музеями России и ближнего зарубежья. Говорить есть о чём, но автор выставки крайне скромна. У меня цветочная, ягодная роспись. Композиции цветочные и ягодные. Да, замечённые цветы с ягодами. Специализируюсь я по цветочной и ягодной росписи. Сейчас Татьяна Васильевна работает в детском саду, и времени не всегда хватает на роспись подносов. Специально для выставки она подготовила несколько новых работ. Цветочную поляну Татьяны Гуляевой вы можете увидеть в музее подносного промысла на улице Тагильская. Алла Кузнецова, Александр Штраух, Егор Игошин, Новости Тагил ТВ. Грация и изящество на льду. Впервые Тагил принимает первенство области по фигурному катанию. Об этом в новостях спорта буквально через минуту. А мне остаётся напомнить, делайте новости вместе с нами. Звоните нам по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил ТВ в сетях МТС. 41 кнопка и Ростелеком 22 кнопка. Также нас могут увидеть и абоненты IP телевидения компании «Конвекс». Новости выходят в 23 часа. 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. Всего доброго и до завтра. До встречи в итоговой программе «Неделя в Тагиле». Рубрику представляет компания «Сенегорье». Впервые Нижний Тагил принимает открытое первенство Свердловской области по фигурному катанию. Турнир стартовал во дворце ледового спорта сегодня. Представители спортклубов нескольких городов области приехали на нашу ледовую арену. Условия дворца соответствуют требованиям соревнований высокого уровня. И это условие было не последним, когда Тагил выбрали местом проведения первенства. Конечно же, отличная у вас площадка, отличный лед. Сейчас наши ребята уже попробовали, которые находятся в Свердловской области. Парное катание сегодня прокатились. Они были очень довольны качеством льда. Ну, единственное, немножко прохладно, но я думаю, что все спортсмены с этим встречаются. И во время соревнований не будет это каким-то минусом для спортсменов. Команда Нижнего Тагила. 25 человек. Тагильчане представлены во всех разрядах. Ставки делают на мальчиков. И первые победы уже есть. Третье место занял мальчик юного фигуриста 2009 года. На данный момент уже. Ну, в дальнейшем призовое место ждем. Я жду от Генриха Гартунга по второму юновскому разряду. Среди девочек, говорит Артур Гартунг, слишком сильная конкуренция. И попадание в середину турнирной таблицы тагильчанок уже большой успех. Получит ли соревнования постоянную прописку в Нижнем Тагиле, пока неизвестно. Алла Кузнецова, Павел Охотников, Егоры Гошин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская». Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова